Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это тема дня, с вами Анастасия Новичкова. В летнее время, когда активно прогревается почва и вода в естественных водоемах, а дети много времени проводят на улице, играя в песке, бегая, купаясь и загорая, структура детской заболеваемости, соответственно, тоже изменяется. На смену частым простудам приходят болезни так называемых грязных рук, заражения различными паразитами. А каковы основные причины и как обезопасить ребенка от подобных инфекций, узнаем у наших экспертов. У нас в гостях Ворнов Антон Игоревич, врач-педиатр-инфекционист, заведующий инфекционным отделением областной детской больницы. Приветствую вас! Добрый день! И Петрушин Максим Александрович, главный врач Тверской областной скорой помощи, главный внештатный реаниматолог Министерства здравоохранения. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Добрый день! Ну и давайте начнем нашу тему. И для начала предлагаю обозначить, какие заболевания и травмы в летнее время чаще всего встречаются у детей. Ну, я думаю, добрый день, дорогие друзья. Я думаю, здесь надо передать слово Антону Игоревичу, как ведущему эксперту в нашей области. Я ему несказанно рад его видеть. Антон, даже так пару слов в качестве пиара скажу. Антон Игоревич, на самом деле, уникальный человек, уникальный специалист. Он лечит всех детей медицинских работников, все к нему обращаются 24 на 7. Поэтому лучше, наверное, всех людей в нашей области об этом расскажет именно он. Я потом подхвачу по поводу травматизма и там первой помощи, но основное, как бы, слово должен держать он. Спасибо за доверие! Ну, структура заболеваемости в летний период у детей, ну, из года в год следующая, она практически не меняется, и все, что мы каждый год видим, оно повторяется с года в год. Ну, на первом месте, конечно, всегда стоят кишечные инфекции. Они как никуда не девали зимой, но в основном это вирусные инфекции кишечные, так и в летний период. Причем соотношение этих заболеваний тоже не меняется, преобладают, конечно, даже в летнее время. Это вирусные инфекции, всем известные, мне кажется, каждый человек знает название ротовирус. Ну, помимо этого, у нас, конечно, есть еще норовирусы, астровирусы, аденовирусы. Вот, все равно они остаются преобладающими. Где-то процентов 60 это вирусная инфекция. Ну, и, конечно, учитывая температуру окружающей среды, обилие свежих овощей, фруктов, ягод, высокую влажность, поднимает, конечно, голову бактериальная инфекция. Ну, на первом месте, я, наверное, сказал бы, что самая распространенная кишечная инфекция бактериальная – это сальмонеллез. Актуальность из года в год сохраняется и даже растет заболевание с сальмонеллезом. Ну, помимо этого, конечно, встречается кишечная палочка, дизентерия и кампилобактериоз. Я не знаю, про клинику сейчас говорить, на что надо внимание обращать, или вообще мне перечислить, что вообще встречается. Ну, вот мы обозначили, да, как бы то, что встречается чаще всего. Чаще всего, да. Давайте подробнее разберем, то есть, каждый аспект. Ну, то есть, каковы симптомы? Давайте начнем с самой популярной кишечной инфекцией. Самая популярная кишечная инфекция у нас – это ротовирусная инфекция. Причем географию смещается в летний период, особенно июль-август. Это юг России. Поскольку все семьи, семьями или люди едут отдыхать на юг, вот, там происходит большая скучность народа. Вот, на пляже друг на друге практически сидят, вот, купаются друг с другом вместе. Соответственно, где там второй, третий, четвертый день по приезду нашего южного курорта, у детей появляются симптомы кишечной инфекции. Ну, любая вирусная инфекция, у нее преобладающий симптом, начальный симптом – это рвота всегда. То есть, ребенок еще чувствует себя вполне хорошо. Он, ну, может быть, немножко быть вялым, сниженный аппетит будет. Но первый симптом всегда – это рвота. Вот, рвота обычно упорная, вот, очень плохо поддается ликвидации, да. Обычно у нас любят, в первую помощь, оказывается, либо цирукал колоть, либо мотилиум давать. Но работает это очень слабо. Вот, и первое, что делают родители всегда у нас, если только ребенка раза два-три вырвало, начинают ребенка пихать все подряд. То есть, делая вывод, что это отравление, начинают запихивать ему в рот смекту, ну, любые энтеросорбенты. Я могу сказать так, даже у половины здоровых детей на дачу смекта возникает рвотный рефлекс. Поэтому, когда вот этот симптом появляется, и ребенок себя чувствует относительно неплохо, нет температуры, нет в анамнезе травмы головы, живота, то есть, ну, родители же все это знают. Вот. Мой совет – отстаньте от ребенка, не надо в него ничего пихать. Останьте на него где-то часа на 4-5. Единственное, что можно делать в данный момент, это потихонечку давать пить. Ну, только не литрами, не стаканами, а, ну, там, миллилитров по 50, ну, допустим, каждые 15-20 минут. Вот. И исключить все продукты питания. И, возможно, на этом все симптомы и прекратятся. Самое главное при рвотовирусе убрать рвотный рефлекс, потому что ребенка невозможно в условиях дома отпоить, не дать никакой лекарства, потому что он тут же вылетает. Вот. И, возможно, на этом все и закончится. В дальнейшем, как потечет данная инфекция, ну, она течет по классике. Где-то к концу первых суток поднимается температура. Если это дети очень маленькие, дети до 3 лет, то она может подняться и до высоких цифр, до 39 и выше. Плохо поддается снижению. И, опять же, тут надо продолжать ребенка выпаивать. Вот. Ну, и появляется жидкий стул водянистый. То есть, в отличие от кишечных бактериальных инфекций, он не имеет в своем составе ни слизи, ни крови, это просто вода. Вот. И вот здесь уже, когда ушел рвотный рефлекс, можно подключать сорбенты, пробиотики. И вот это то, что могут родители сделать в домашних условиях. И не доводя ребенка до тяжелых степеней эксекоза, ну, обезвоживания по-русски. И таким образом избежать попадания в стационар. Антон Игоревич, у меня такой тоже житейский вопрос. А вот отпаивать, мы отпаиваем обычной водой или там ли сладенькой, какой-нибудь солененькой? Что лучше? Ну, смотрите, да, я понял ваш вопрос. Я бы исключил из выпаивания у детей такие препараты, как регидроны. Это самый распространенный препарат. У него очень высокая смолярность. То есть, он сам по себе уже будет спровоцировать рвоту и жидкий стул. На более серьезные пойдут последствия. Поэтому для детей созданы специальные растворы. То, что реально, допустим, сейчас в Твери купить в аптеках, это раствор с нормальной смолярностью, который допускается в Всемирной организации здравоохранения. Например, радиорин регидра. Есть такие же еще подобие вещи, как хуман электролит и нанкар регидра. Но если у вас дома, ну, нет, ну, вы находитесь где-то в деревне, я не знаю, на даче, далеко от аптек, а возможно сделать что? Сделать такое, скажем, наподобие типа компота. Берется просто литр воды, и туда добавляется стакан изюма и стакан яблок сушеных. То есть, без сахара только. Потому что в этих двух продуктах есть все необходимое, что теряется с ребенком. Сорвотой, с жидким стулом, это в основном электролит, калий, натрий. То есть, литр воды, стакан изюма, стакан яблок. Можно сушеных лучше, но если нет, можно и свежих. Слушайте, а вы мне потом напишите на зоне этих препаратов? С удовольствием. Я так и знаю, как, кажется, как интересно. Ну, плюс, в яблоках сушеных очень много пектина, это очень хорошая вещь, которая способствует остановке диареи. В каких случаях стоит родителям обратиться к специалистам? Ну, то есть, в какой степени? Ну, вот смотрите, я дал на все про все где-то часа четыре, да, ну, можно до шести подождать. При условии, что, опять же, нет в анализе травмы головы, нет рвоты, нет температуры, нет травм живота. Если на этом фоне все останавливается, как бы рвота ушла, можно дальше, вот как я сказал, долечивать. Но если рвота повторяется, она упорная, и вы видите, что, что бы вы ни делали, рвота идет дальше, мой совет обратиться сразу за помощью к врачу-специалисту, либо вызвать скорую помощь, вот, либо обратиться, ну, своим транспортом довезти ребенка до ближайшей больницы, где его посмотрят, возьмут необходимые анализы, вот, и по их результатам уже определяют, необходима ли ребенку инфузионная терапия или нет, и как дальше действовать. И на этой ноте мы уходим на рекламную паузу, не переключайтесь, мы вернемся после. Мы вернулись с рекламной паузы, и до рекламы мы как раз обсудили, в каких случаях стоит обращаться в медучреждение. И давайте поговорим тогда, как обезопасить ребенка, то есть какие меры нужно принять, чтобы, ну, то есть ребенок не заразился ротовирусной инфекцией. Да, это самый главный вопрос. Мне кажется, что профилактика все-таки, она играет большую роль. Ну, не заразиться ротовирусом, очень, конечно, тяжело. Ну, во-первых, в чем проблема ротовирусной инфекции? Дело в том, что даже ребенок, который выписывается из стационара, в отличие от сальмонолиза, он выписывается по клиническому выздоровлению. То есть нет поноса, нет рвоты, температуры нет, ребенок себя хорошо чувствует, то он может спокойно идти домой и посещать детские учреждения. В том числе поехать в лагерь, пойти в бассейн, еще куда-то. Вот, на это сам ПИН никак не распространяется. А выделять он его будет в течение двух месяцев, при этом не болея. Вот, поэтому как защититься от ротовируса? Ну, существует такая штука, как вакцинация. Есть такая вакцина, называется она Рототек. Вот, а вводится, она не вводится инъекцион, она вводится перорально. Вот, в основном, конечно, такая профилактика проводится у детей первых месяцев жизни, потому что именно тяжело течет она у малышей. Почему? Потому что главный враг в пище, природной вирусной инфекции, это молочные продукты. Вот, и, естественно, кроме там смеси молочной или грудного молока, они ничего не употребляют, поэтому эти симптомы тяжелые. Поэтому лучше вводить Рототек первые месяцы жизни. К сожалению, данная вакцина не входит в график вакцинации. Но вы ее можете самостоятельно купить в аптеках, обратиться, в конце концов, в платный вакцинальный центр, где вам ее проведут вакцинацию. Проводится она несколько этапов, вам там все это объяснят. Вот. Ну, что касается югов, да, где ротовирус сейчас будет бушевать, скорее всего. Первый мой совет – это не посещать бассейны по возможности. Если уж посещаете, значит, нужно потом принять душ. На пляжах искать место, где поменьше скопления людей. И самое главное, третье – это в основном употреблять там только бутилированную воду. Вот. А специфической другой профилактики, кроме как соблюдения мер гигиены, не существует. Ну, кроме вакцины, да. Вот. И смотрите, если ваш родственник, кто-то, у кого-то появилась рвота, ну, что-то похожее на ротовирусную инфекцию, что надо сделать? А на где-то 3-4 дня уберите из рациона питания все молочные продукты. И старайтесь есть не как вы обычно, едите теми порциями, объемами, а как-то дробно, почаще, чтобы не провоцировать рвоту. Потому что по наблюдению, вот первый симптом, если кто-то болеет ротовирусной инфекцией, он в семье, первый симптом – это очень хочется есть. И когда человек наедается, прям вот не как обычно, все, вот это все встает на хоре у горла и дальше ждите клинику. По симптомам, да? Да. По списку, которым мы озвучили ранее. Да. А вот давайте поподробнее поговорим про вакцину от ротовируса. Расскажите, пожалуйста, в чем ее уникальность? А, уникальность? Да нет в ней никакой уникальности, просто ротовирусов очень много. И иногда вот задают вопрос, вот мы сейчас переболели ротовирусом, мы же им больше не заболеем. На самом деле это не так. Ротовирусов очень много групп. Чаще всего, конечно, встречается группа А. И опять же, подгрупп тоже много. Причем уникальность этой вакцины в том, что она комбинированная. То есть туда входит несколько штаммов, так скажем, ослабленных ротовирусов, которые обладают иммуногенными свойствами, ну, стимулируют иммунитет на выработку соответствующих антител, но не вызывают заболевания. И плюс уникальность в том, что она безобидна для детей в плане того, что не надо проводить инъекцию, то есть чего боятся дети чаще всего, да? Вот эта пероральная вакцина вводится через рот. Вот и все. И на три года иммунитет точно справляется. Я на своем опыте расскажу. У меня младшая дочь, она привитая ротатеком. Принеслось все это прекрасно. То есть никакой побочки, ничего не было. Поэтому я вот настоятельно рекомендую. Это не на правах рекламы, никакой просто исходя такого... Это профилактика. ...житейского опыта. Потому что ротовирус, если маленький ребенок болеет, и там вот эти эксикозы, это, конечно, очень страшная вещь. Тяжелая талантность. Конечно, это может закончиться летальным исходом. Да, может, потому что ротовирус в развивающихся странах одна из главных причин летальности у детей. Да, у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. А подскажите, вот с точки зрения педиатрии, какое лучшее животное завести для ребенка, ну, домашего животного? Хороший вопрос. Я думаю, что это зависит от предпочтения ребенка. Это вы тут имеете в виду, с точки зрения гигиены. Гигиены, ну, на самом деле, это очень сложный такой вопрос. Все зависит от того, от ответственности, я думаю, заводчиков, как ухаживать за конкретным животным. Понятно, надо понимать, что у ребенка может возникнуть аллергия на какую-то, ну, например, на шесть той же кошки или на шесть собаки, на пух птиц. То есть здесь, ну, здесь индивидуально надо подходить. Если говорить о безопасности, то то, которая не кусается, наверное, и не царапается. Я думаю, что если в ребенке кто-то хочет воспитать ответственность, да, и, так скажем, привить ребенку, чтобы он мог привять заботу о ком-то, ну, можно начать, например, с простого, наверное, хомячка, я думаю. А вы как считаете? Слушайте, у меня в детстве были хомячки, они умирали, это очень страшно. У меня психотравма до сих пор, я это, ну, не рекомендовал бы хомячков. А так, как бы, кошки, у меня вот сейчас ребенок с собакой растет, с маленькой таксой, причем они, как бы, условно говоря, погодки, там, вместе выросли, и там прямо спят вместе, как друзья. Ну, у нас тоже три собаки. Поэтому по поводу, там, с собак я так скептически отношусь, я больше кошек люблю, ну, вот, хомяков, честно, не рекомендую по своему опыту. Ну, просто, чем больше животных, тем больше, как бы, за ним нужен уход, и ответственность больше. Да, конечно. С собакой надо гулять, несмотря на то, что дождь за окном, снег и так далее. Антон Юрьевич, а как вы относитесь к таким родителям, которые стараются, вот, например, все обезвредить, обезопасить планеты? Мыло-сейфгард, больше антибиотиков, больше антисептиков? Ну, у таких как раз родителей чаще всего дети болеют. Почему? А потому что, понимаете, для того, чтобы развивался иммунитет ребенка, он же у него несовершенный, ну, совершенно, простите за тавтологию, да, несовершенный. Он постоянно находится в развитии. Чтобы развивался иммунитет, нужен контакт иммунитета с антигенами окружающей среды. Я, конечно, не говорю про холеру, там, дизентерию, понятно, это ненормально. Но вообще контакт должен быть. Видите, только на фоне вот этого контакта будет сформироваться иммунитет под ту окружающую среду, в которой растет ребенок. Рано или поздно он пойдет в сад, он пойдет в школу. Он все равно будет контактировать с детьми, с людьми. И родители все равно не уследят. Понятно, что элементарные навыки гигиены, они должны быть. Дома должно быть чисто, дом должен проветриваться, это все понятно. Но там, доводить это тоже до абсурда не стоит, я думаю. Давайте теперь поговорим про безопасность на водоемах. И я думаю, тут имеется в виду не только в плане вирусов каких-то, но и в плане травм и вообще поведения на водоемах. Да, это уже, наверное, больше к моим ближайшим теме. Да, в алкоголе. Да, потому что я так думал, где я или мблиоз, как бы, конечно, смеялся вначале. Но смотрите-ка, конечно, летняя пора, это пора, которая связана с более активными видами отдыха. И мы сейчас видим, что да, какие сезонные заболевания, какой раз это грипп и там ротовирус, так понимаем, что есть сезонный травматизм. Но здесь можно отдельно выделить на водоемах это тепловые удары, перегревание детей, и отдельно, конечно, тема утоплений. К сожалению, от утоплений не застрахован никто, и взрослые, и дети. На самом деле, по сообщениям мы видим, наверное, либо каждый день, либо через день мы видим, что в каких-то водоемах Тверской области кто-то, к сожалению, утонул. Чаще всего это, конечно, взрослые мужчины, и это все связано с состоянием алкогольного опьянения. Мы должны такую маленькую ремарку в сторону скажу, что если вы, давайте договоримся, что если вы употребляете алкоголь, не надо показывать, как вы хорошо плаваете, как вы хорошо ныряете в воду, головой заходите вперед. Не надо это, ребят, потому что не все, к сожалению, выживают, а те, кто выживает, могут остаться еще глубокими инвалидами. И дети, они особенно вода и дети, это вещи также несовместимы. В плане того, что ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра. Для меня там один таких очень ужасающих случаев был, когда в том году ребенок утонул просто в 10-литровом ведре, когда там родители уехали, бабушка осталась с ребенком наедине, и ребенок голову просунуло, а ручка не давала ему выбраться, и там трехлетний ребенок утонул в обычном ведре. Это страшная ситуация, поэтому здесь мы должны понимать, что даже секунды промедления оставления без внимания, они могут быть, к сожалению, опасными. Поэтому давайте договоримся, что ребенок и вода, все это должно быть под четким наблюдением, и если вы там выходите на водоем, пожалуйста, с детьми, пожалуйста, откажитесь от алкоголя. Это алкоголь, дети, это все очень, может, все плачевно закончится. По поводу тепловых ударов, перегрева, здесь тоже все, с одной стороны, просто, с другой стороны, ежегодное количество случаев не уменьшается. Мы должны понимать, что дети должны находиться под действием прямого ионизирующего излучения только в определенное время, после 11 до 5 часов лучше не находиться на солнце. Если мы вышли в это время покупаться, там обязательно, чтобы большую часть времени ребенок находился в тени, обязательно должен быть головной убор, и, как уже Антон говорил, надо ребенка постоянно поить, чтобы обезвоживание у него не наступало. То есть, пожалуйста, отнеситесь к этому крайне внимательно, потому что здесь, как тоже Антон уже говорил, можно уже Антон, потому что это столько лет знакомо, поэтому здесь очень важна профилактика. Здесь профилактика, она выходит на первый план, а профилактика это зона ответственности каждого из нас. Про воду вы сказали, ну, тут, я думаю, имеется в виду обычная вода, не газированная. Поедет, да, конечно, не надо там фанты, кока-колы, пепси-колы запавить, просто обычная вода. Пожалуйста, компоты кто-то сварит, пожалуйста, мы сегодня услышали прекрасный рецепт изюм и сушеные ягоды, мне кажется, его надо взять на вооружение всем, потому что действительно это прекрасно сбалансированный электролитный раствор, потому что мы же там с плотом, с диареей, с рвотой теряем, это не только жидкость, а очень важные электролиты, мы потом, я сам как реаниматолог, мы наблюдаем у многих пациентов в критическом состоянии тяжелые дезэлектролитные нарушения, а здесь вот это употребление такой комбинации сухофруктов, оно позволит этого избежать, и это гораздо проще предотвратить, чем потом лечить в реанимационном отделении, поверьте мне, из моего там 20-летнего опыта. А если говорить про неизвестные водоемы в плане игр, дети постарше, допустим, они не задумываются об этом, вот что нужно учесть родителям? Давайте обозначим. Слушайте, мы все были детьми, все мы пытались узнать новые места, новые приключения, здесь понятно, что нельзя доходить до абсурда и закрывать ребенка, и не давать ему никуда развиваться, потому что одно из свойств детей, то, что они ищут, интересуются, это нормально, это правильно. Ребенок должен познавать мир вокруг. Просто мы должны понимать, что есть места, глубокие водоемы, водоемы с неизвестными металлоконструкциями какими-то, технические водоемы, заиленные водоемы, где все это может просто плачевно закончиться. Просто детям надо систематически об этом повторять, что купание в таких водоемах, оно может быть опасным, может плохо закончиться. Прежде чем прыгнуть, посмотреть, куда ты прыгнул. Куда ты прыгаешь, потому что всем понятно и интересно хочется найти глубокий, чистый, какарстовый водоем, где будет прозрачность 100 метров и там нырять с высоты 10 метров, как это по телевидению показывают. Но, к сожалению, наша средняя полоса не располагает такими водоемами. У нас в основном все иллистое, и, к сожалению, могут встречаться и металлоконструкции различные, не говорю уже о обычном битом стекле, что тоже может повлиять на здоровье ребенка. Были ли какие-то случаи, допустим, в прошлом или в этом сезоне? Слушайте, но он... Ну, несмотря на то, что постоянно об этом говорится. Постоянно об этом говорится. Это надо... Причем, знаете, помните, когда ковид был, мы всегда говорили о вакцинации и том, что надо руки мыть и маску одевать. Все равно люди руки не мыли, маски не одевали и не вакцинировались. Здесь, к сожалению, наша психика, психология наша устроена, что надо об этом говорить постоянно, постоянно, не эпизодически, от сезона к сезону, а каждый день просто постоянно проговаривать. Здесь таких-то фееричных случаев, слава богу, в этом году еще не было. В том году у нас было несколько утоплений детей в районах на дамбах, различных водоемах. Такая плохая ситуация. В этом году сплюнул, постучил по голове, к счастью, пока таких случаев не было. Но лето еще только начинается, все еще в разгаре, потому что жара, критическая жара, она вроде у нас спала, но пока еще там до сентября, я думаю, как бы это надеяться стоит рано. Поэтому здесь береженого бога бережет и здесь еще раз профилактика, это дело каждого лично из нас. И каждый лично из нас должен понимать, что он несет ответственность за свою судьбу, за судьбу своего ребенка. Никто не в ответе за вашу жизнь и здоровье, кроме вас самих. Поэтому, пожалуйста, здоровье – это самое дорогое и бесценное, что у нас есть. Пожалуйста, очень внимательно к нему относитесь. дальше. Спасибо. Я думаю, еще стоит отметить, опять же, мы еще проговорим тему про водоемы, про инфекции, потому что дети же и в песке, и в воде играют, плавают, ныряют. Чем это чревато. Возвращаемся к истокам, опять к инфекции. Ну, да. Ну, в наших водоемах прямо сказать, что какие-то есть супер страшные инфекции, я бы не сказал. Конечно, не надо забывать о том, что вода – это, ну, как скажем, источник жизни не только для людей, но и для микроорганизмов. Самая страшная инфекция, которая может заразиться в наших водоемах, ну, это ближе туда, к Ростовской области, с учетом того, что происходит сейчас у нас с Украиной, есть такое заболевание, называется холера. Вот. Да, очень страшное заболевание, и на юге оно есть. К нам оно, слава богу, не добралось, поэтому сказать, что оно сейчас есть, слава богу, что нет. Вот. Все, что можно подхватить в наших водоемах, это, честно говоря, я даже не могу вам сейчас сказать, потому что, вот, чтобы связать купание с какой-то кишечной инфекцией, не скажу. Но есть определенные, так скажем, нюансы. Помимо бактерий, вирусов, есть еще и так называемые, ну, по-русски они называются гельминты. Вот. По-научному, по-научному гельминты, а глисты по-простому. По-простому, да. Вот. Есть так называемая болезнь, болезнь купальщиков. Вот. Вызывается она определенными видами гельминтов. У человека, сейчас скажу даже в это умное название, циркоидоз. Вот. Это гельминт, который в основном поражает птиц. Человек становится случайной, так скажем, добычей этого гельминта. Промежуточным хозяином являются моллюски, которые у нас широко распространены в наших вот этих элистых водоемах. Это прудовик обыкновенный. Выделяют он эти личинки, и они попадают на кожу птиц. И там они, конечно, вызывают заболевание птиц, но также случайной жертвой может стать человек. Но, к счастью для человека, у него очень толстые кожные покровы для данной личинки, и проникнуть в кровяное русло она не может. Но зато может вызвать очень серьезную аллергическую реакцию. Вот. То есть проявляется это появлением зуда на теле, папулами, ну, по-русски это прыщики, пузырьки. Пузырьки. Да. Опасности для самого здоровья, конечно, человека не несет. Но дети, это же дети. И зуд, они свое не смогут скрыть, они будут постоянно все это расчесывать. Соответственно, могут занести инфекцию. Обычную коковую флору, которая живет у нас всех на коже, вызвать может пиодермию, стрептодермию, то есть гнойные заболевания кожи, рожистое воспаление. Ну, и, конечно, тяжело потечет у детей аллергиков. В общем-то, да, проблем он особых, конечно, не доставит для дальнейшей жизни человека. Но все же, если у ребенка будет выраженный зуд, и ребенок аллергик, конечно, в данной ситуации, потребует применение каких-то лекарств. Но не каких-то конкретных надо. Самое простое, чем можно убрать зуд у ребенка, это либо легкий раствор питьевой соды, то есть смазывать те участки, которые поражены данной личинкой, либо раствором салициловой кислоты слабым, или лимонной кислоты. Помимо этого, подключаются антикистаминные препараты, я думаю, все уже знают, что это такое. Ну, самый банальный у всех, наверное, если в аптечке, это хлоропирамид, он же супрастин. Ну, соответственно, возрастной дозировки ему надо дать. Ну, в более тяжелых случаях применяются уже гормональные мази. Но так или иначе, все равно это все пройдет, просто, ну, в каких-то случаях необходимо оказать помощь, да, а в каких-то это пройдет какие-то моменты, которые стоит обозначить про водоем. У меня вопрос не про водоем, про кишечные инфекции. А если у ребенка высокая температура, мы даем жаропонижающим? Да, конечно. То есть, парацетамол, ибопрофен даем? Ну, то, что разрешено сейчас сдачу у детей при высоких температурах, это ибопрофен, 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 ибопроцетамол. В разных формах есть жидкие формы, есть сиропы, да, есть таблетки, есть свечи. Вот. Ни в коем случае мы не даем анальгин, не даем найс, не миссулит, так называемый, потому что они в применении в педиатрии запрещены ввиду того, что оказывают ряд побочных эффектов на внутренние органы ребенка. Вот. А насчет моментов актуальных на лето, на каждое лето в нашей полосе, да и не только, я думаю, что многих интересует вопрос, и многие сталкивались с этой проблемой, это клещи. Да, да, давайте обсудим. Это клещи. Вот. Мне кажется, что это вторая, наверное, по распространенности проблема в летний период из инфекционных. Клещи, у нас активность их начинается уже даже чуть ли не с начала апреля, ну, то есть, как прогревается земля, почва начинает сразу появляться клещи, и уже первые пациенты обращаются с укусом клеща именно уже ранней весной. И длится это все вплоть до, наверное, ноября месяца. Ну, все зависит от погодных условий, но чаще всего так. Чем они опасны, сами клещи? Дело в том, что клещи у нас являются переносчиками очень многих инфекционных заболеваний. Актуально для нашей, ну, для нашей полосы, это основные четыре заболевания, это боррелиоз клещевой, это клещевой энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз. Ну, по статистике большая часть клещей на нашей территории, конечно, являются чистыми, то есть, при их исследовании не находят никаких их возбудителей. Ну, а в тех, что находят, чаще всего встречается, конечно, боррелиоз клещевой, вот, на втором месте это вирус клещевого энцефалита находят. Чем опасны? Давайте обозначим. Дело в том, что и боррелиоз, и клещевой энцефалит это инфекции, которые поражают в том числе и центральную нервную систему. Вот, а поскольку у ребенка она является, так скажем, развивающейся, то, что будет поражено данными возбудителями, возможно, уже никогда обратно не вернется. Ну, в принципе, как у любого человека. Опасность состоит в чем? Если, например, ну, давайте начнем с самого распространенного заболевания, это боррелиоз. Чем он опасен? Он опасен тем, что данная инфекция, она течет, может течь не только остро, если вовремя не лечить данное заболевание, то оно перейдет в хроническую форму. Как понять? Симптоматика какая? Симптоматика. Значит, ну, смотрите, после укуса клеща, ну, вот вы его удалили, все, где-то, никуда не сдали. В течение, проходит, наверное, определенное время, называется инкубационный период. Ну, это где-то примерно около 10 дней. Вокруг места укуса начинает формироваться такое красное пятнышко, ну, как кольцо. И оно начинает постепенно разрастаться, то есть, вокруг самого первичного аффекта, так называемого, вот этого укуса. могут увеличиться, так скажем, реагионарные лимфоузлы. Ну, допустим, если укусили в плечо, значит, подмышечная увеличится. Ну, если дальше не обращать на это внимание, то эта эритема исчезает, и она может появиться уже где-то в другом месте. Эритема – это покраснение, грубо говоря, вот. Она может появиться уже в другом месте. Вот. И дальше поднимается температура тела. То есть, ну, в принципе, все симптомы будут похожи на ОРЗ, кроме вот этого вот покраснения. Ну, а в дальнейшем, если не лечить данное заболевание, то, конечно, дальше уже происходит что? Попадание возбудителя в большую часть наших органов, вот, что вызывает их поражение, воспаление, а дальше формирование аутоиммунных реакций, то есть, когда иммунитет начинает работать против своих органов. Вот. И лечить уже на данном этапе будет данную инфекцию тяжело. Поэтому самое обидное, что лечится-то она просто. То есть, проще провести профилактику, чем лечить ее. Даже на периоде острого заболевания, да, это первый месяц-два. То есть, это обычные антибиотики, которые доступны в аптеках. Пропив определенное время данный препарат, то есть, мы останавливаем заболевание, он дольше не развивает. Либо мы его начинаем пить, этот антибиотик, еще до того, как все развелось, после укуса клеща, когда его сдали на обследование, и там обнаружили баррелиоз, просто начать пропить в течение 7 дней определенные препараты, и, по сути дела, заболевание разовьется. А хуже стоит дело с клещевым энцефалитом. Поскольку баррелиоз – это все же бактерия, то клещевой энцефалит вызывают с вирусом. В мире не очень много вирусных инфекций, против которых существуют препараты прямого противовирусного действия. То есть, как мы его развелечим обычно, у детей чаще всего назначают вифероны, анафероны. То есть, это препараты, которые стимулируют выработку определенных веществ в организме, которые помогают бороться с вирусами, но на сам вирус, напрямую, они не действуют. То есть, так скажем, не специфическое лечение. Так вот, вирус клещевой энцефалит – это вирус, причем поражающий центральную нервную систему человека. И достать очень тяжело оттуда. Есть препарат, например, йод-антиперин, который действует напрямую против клещевой энцефалита, но, к сожалению, он разрешен в применении только с 18 лет у детей не работает. Клещевой энцефалит, как он будет проявляться? После укуса клеща, если он был энцефалитным. Не факт, что разовьется заболевание, но чаще всего оно развивается. И, слава Богу, оно развивается в отличие от Дальнего Востока, где клещевой энцефалит очень тяжело течет, с высокой летальностью или инвалидизацией людей. У нас он течет, как правило, самая основная форма – это лихорадочная. Это подъем температуры, небольшая головная боль, и, по сути дела, потом заканчивается. Но, к сожалению, бывают формы, которые поражают белое вещество. И белое вещество, в том числе головного мозга. То есть, бывают формы энцефалитические, бывают энцефаломиелитические. Их много. То есть, соответственно, клиника будет проявляться, чем там, где было поражение вирусом, та функция в организме выключится. То есть, это могут быть судороги, это могут быть проличи, парезы. Вот. И уже здесь прогноз будет гораздо серьезнее последствия. То есть, не факт, что человек выйдет, даже если будет правильно лечить, останется совершенно здоровым, без последствий. Вот. Последствия страшные. Последствия очень страшные. Исходя из моей, такой взрослой практики, реанимационной, у нас все пациенты с клещевым энцефалитом, которые встречаются, но они, слава богу, их небольшое количество, там единицы, но, к сожалению, все погибают. То есть, это очень плохая болезнь, крайне тяжело протекает, и человек становится инвалидом, и потом, к сожалению, погибает от различных инфекционных осложнений. Ну да, потому что он неактивный, в основном, это уже такие люди лежат. С тетеросиндромом. Да, И погибают они частью от мемании. Да, давайте в связи с этим еще раз поговорим порядок действий. То есть, если вы пошли на отдых, на природу, и получилось так, что подцепили клещей, что должны сделать и взрослые, и родители по отношению к своим детям? Так, первое, что, когда вы обнаружили клеща, то есть, вы, если обладаете такими навыками, можете его, конечно, сами удалить, но лучше обратиться в травмпункт, где вам его удалят. Вот, а желательно клеща удалить целиком, то есть, не оставить голову там внутри, помещают его, какую-нибудь баночку, коробок, я не знаю, и его надо в ближайшее время отнести на обследование. Лабораторию. Куда? Да, конкретно куда? У нас такие исследования проводят либо Центроваева, либо органы санэпидстанции, я не знаю, как она сейчас правильно называется. Это Роспотребнадзор. Ну, Роспотребнадзор это общая структура, да, вот, где в течение суток двое клеща обследуют и найдут, ну, либо найдут, либо не найдут, успокоят человека, что там ничего нет, но лучше это сделать. Но пока идет обследование, то есть, исследование, точнее, клеща. Дело в том, что после укуса, чтобы предотвратить заболевание, ну, наверняка, именно клещевого энцефалита, нужно ввести моноглобулин. Вот, а ввести его нужно в ближайшие 72 часа. Поэтому, как вы только сдали клеща, вы обращаетесь в стационар по месту своего жительства. во всех, не во всех, но если в стационаре нету иммуноглобулина, то вам скажут, куда обратиться дальше. Вот, а если уже он там есть, вы приходите туда, данный иммуноглобулин, он находится в замороженном состоянии, то есть, вы объясняете ситуацию, что у вас укусил клещ, они говорят, окей, да, все, то есть, достают, ну, по возрасту, по весу, точнее, ребенка, необходимое количество ампул, размораживают, просит вас до часа два погулять, то есть, вы гуляете, потом приходите, и вам вводят этот иммуноглобулин, ну, и дальше мы ждем все-таки результатов. Могу сразу сказать, что иммуноглобулин далеко не защита от вирусного энцефалита, оно клещевого, это где-то 50 на 50, поэтому, если, не дай бог, все-таки нашли данный вирус в клеще, то вы дальше обращаетесь к инфекционисту, и вам специалист скажет, что дальше пропить, ну, чтобы свести, ну, максимально, к минимуму заболевание, если уж оно вдруг разовется, ну, может быть, оно, скорее всего, прочтет в лихорадочной форме, без последствий, вот, а так, конечно, самая лучшая профилактика, это вакцинация, то есть, это единственная защита, ну, хотя бы на 90% точно от клещевого энцефалита, это вакцина, есть, она тоже не входит в календарь профилактических прививок, делать ее же, нужно, необходимо заранее, то есть, прививается, начинает еще с зимы, там, определенно, есть интервал, чтобы выработался иммунитет, да, чтобы выработался иммунитет, вот, то есть, если вы заранее знаете, что, как вы будете отдыхать этим летом, если вы поклонники активного отдыха на природе, в нашей полосе, да, то надо понимать, конечно, что никто не застрахован от укуса клеща, даже если вы напрыскаетесь, вот, не факт, что он не заползет, кстати, 30% людей, которые заболевают тем же боролевозом или энцефалитом, вообще отрицают, что кусал клещ, человек может даже не заметить. Да, он может просто не заметить этого укуса. Поэтому лучше сделать вакцинацию заранее, то есть, проблем тоже нет, вакцинальном центре у нас это делают, в конце концов, можно купить в аптеке, вот, и даже, могу сказать вам, открыть великую тайну, они даже периодически, эти вакцины появляются в наших детских поликлиниках, то есть, они бывают, то есть, надо обращаться, ну, спрашивать активно, потому что вам ее, скорее всего, в силу своей загруженности, врач может просто не предложить или забыть. Спасибо большое, это была очень ценная информация, давайте поговорим про, еще у нас одна проблема летнего периода, это москитные сетки, то, что дети выпадают, да, из окон, это вот больше по вашей части. Слушайте, я тут тоже маленькую ремарку такую сделаю, отход к прошлому, я вот недавно, к сожалению, с вами узнал, что если посмотреть, вот, все время развития человечества, только три вещи повлияли глобально на снижение летальности, это доступ к чистой питьевой воде, это изобретение вакцин, изобретение антибиотиков, то есть посмотреть, вот, как бы, за все протяжение человечества, только вот эти три вещи, они позволили снизить летальность, вот, там, внешних причин, и в том числе инфекций. Ликвидировать даже некоторые болезни, как например, натуральная оспа, у нас только в лабораториях осталось, а это смертельное заболевание достаточно. Это к вопросу к антиваксерам, да, возвращаемся, люди разные, антиваксеры. Но здесь по поводу травматизма, к сожалению, из года в год проблема остается, хотя там более активно СМИ начали подсвечать эту проблему в том, что падение детей из окон. Понятно, что многие стараются поставить себе стеклопакеты, это эстетически лучше, зимой больше сохраняет тепло, и поэтому становится таким масхавым. Во многих квартирах это стеклопакеты. К сожалению, не все, особенно люди, которые живут на верхних этажах, не могут, не в состоянии поставить систему кондиционирования, систему охлаждения. И понятно, что в жаркий период, особенно в верхние этажи, это становится там крайне высокая температура в помещении, и пытаются проветрить, обычным методом открываются в форточке и одевают москитные сетки. Дети, как я уже говорил, детям все интересно, они познают мир. И здесь, к сожалению, взрослые забывают о том, что москитная сетка, она защищает от москитов, она защищает от комаров, но она не рассчитана на вес ребенка, потому что ребенку интересно, он становится, подходит, облокачивает, как стекло облокачивается, и, к сожалению, падение происходит постоянно. недавно подводили статистику, больше 30 детей, за год уже упало, но это не только падение из окон, просто падение с высоты. Но, к сожалению, здесь это может закончиться либо какими-то тяжелыми травмами, либо даже, к сожалению, летальным исходом. Поэтому здесь опять мы возвращаемся к началу, к истокам, это то, что нужна профилактика. То есть ребенок не должен оставаться без присмотра ни на секунду, потому что время от того, как он присвонился до падения, это проходит секунду. Никакой супермен не сможет среагировать и поймать ребенка. Поэтому, если у вас находится маленький ребенок, ну, понятно, не грудничок, а который может самостоятельно передвигаться, который ищет, и там ползает, пожалуйста, не оставляйте без присмотра и не оставляйте их наедине с открытыми окнами и москитными сетками. Это, к сожалению, исходя из нашей практики, очень часто заканчивается очень плачевно. Поэтому здесь, пожалуйста, ребенок это вынимание. То же самое по поводу самокатов. Да, средства индивидуальной мобильности это здорово, но много лет назад, когда первый кто-то был в Штатах либо в Европе все думали, как им повезло, что у них есть эти средства индивидуальной мобильности. Сейчас у нас они получили такую бешеную популярность и всем детям хочется на них кататься, я думаю, и взрослым тоже. Но здесь должны понимать, что есть правила как дорожного движения, так и правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. И, к сожалению, эти правила написаны уже кровью. И ни в коем случае нельзя их нарушать. Потому что еженедельно в сводках видим, в наших отчетах проскакивают, что ребенок врезался в автомобиль, либо автомобиль врезался в ребенка, либо трое детей ехали на электросамокате, не справились с управлением, попали под электромобиль, не электромобиль, просто автомобиль. Поэтому здесь все эти случаи на самом деле предотвратимы. Можно это было предотвратить? Конечно, можно. Но здесь из-за халатности такого разгильдяльского отношения, думаем, там, авось, это все пройдет. К сожалению, авось, это плохая история и не всегда проходит. Поэтому здесь надо быть крайне внимательным и восемь раз подумать, чем оставлять ребенка одного. И когда ребенок говорит, папа, мама, можно я покатаюсь на электросамокате, пожалуйста, объяснять ему правила движения. Понятно, что мы не сможем запретить. Если вы думаете, что вы сможете запретить ребенку не кататься на самокате, это самообман и ни в коем случае этим нельзя заниматься. Просто надо ребенку систематически, методично объяснять, что есть правила движения, которые ты должен дружок выполнять. Спасибо большое, да, вы правы абсолютно, что нужно внимательно относиться к своим детям и объяснять им казалось бы очевидные вещи, но все равно случай происходит. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Спасибо вам, что помогли разобраться в причинах и последствиях частых летних детских заболеваний и травм. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова